Повестка первого заседания первого совета депутатов Сергея Посадского городского округа была обширной и включала в себя большой перечень организационных вопросов, связанных с изменением структуры органов местного самоуправления. Прежде всего, парламентарии утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сергея Посадского городского округа. Глава будет избираться специальной комиссией. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается Советом депутатов и представительным органом. В городском округе половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, половина – губернатором Московской области. Условиями конкурса в обязательном порядке предусматриваются требования кандидатам на должность главы городского округа. Обязательным требованиям является к образованию, профессиональным знаниям и навыкам, а также к стажам. В Совет депутатов для проведения голосования по кандидатурам на должность главы конкурсной комиссии должно быть представлено не менее двух зарегистрированных кандидатов. Затем народные избранники сформировали два комитета. В комитет по бюджету вошли 12 человек, в комитет по нормотворчеству и территориальной политике – 5. Также члены Первого совета депутатов Сергея Посадского городского округа рассмотрели вопрос о ликвидации поселенческих советов депутатов. Напомним, в Совет вошли 30 человек, 20 депутатов выбраны из округов и 10 по партийным спискам. Партию пенсионеров в Совете представляет Светлана Ли. Я, наверное, может быть и недаром сегодня попросилась в комиссию по бюджету, для того, чтобы все-таки людям доносить и понимать, что пенсионный возраст, когда наступил, это еще не говорит о том, что всю жизнь заканчивается. Все-таки, чтобы были больше направлены, и людям были возможности даны и по истечению пенсии, и они понимали, где они смогут себя применить и дальше. И, в общем-то, чтобы они были в курсе основных моментов, которые происходят в муниципальном образовании. Депутаты Александра Евсеева выдвинуты в Совет от партии «Яблоко». Я беспартийный депутат, но «Яблоко» действительно поддержало меня, я очень благодарна и планирую с этой партией работать по возможности. Даже больше посыл идет от меня, так скажем, нежели от партии. Однако, конечно, основная работа – это мои избиратели, жители. Я хочу ближе познакомиться с жителями Скобянова поселка, Афанасова, Лакокраска. То есть те жители, которые еще пока меня, может быть, в полной мере не узнали как инициативного человека. Но уже посыл тоже есть, я общаюсь. И я думаю, что мы в совместной деятельности будем все улучшать. После завершения заседания, вот как оценила работу нового совета его председатель Рита Тихомирова. Я очень довольна работой первого организационного совета, окружного, потому что вы видели, какая была насыщенная повестка, 27 вопросов для первого заседания. Причем они все серьезные, потому что нам сейчас нужно запустить механизм. Механизм жизни и работы органов местного самоправления. Поэтому, вы знаете, сегодня была хорошая дискуссия, хороший был такой вообще диалог и решения, мнения разные выслушивались. Поэтому я считаю, что именно это главное. Вот сегодня не партийная принадлежность, а дело. Прежде всего, во главу угла ставить дело. И вот я считаю, что, как бы коллеги оказали доверие мне, как председателю, я буду работать с каждым депутатом, вне зависимости от партийной принадлежности. И потому что это важно. Важно, потому что мы должны консолидировать общество. А каким образом? Прежде всего, мы должны сами объединиться и находить истину в спорах, в диалоге. А только так. В пятницу 20 сентября Совет депутатов Сергея Посадского городского округа соберется на следующее заседание.